4 сентября началась предвыборная агитация. Партии повсеместно проводят встречи с избирателями, рассказывают о своих программах. В то же время появляются сообщения о попытках подкупа голосов избирателей. К примеру, жителям одной улицы агитаторы предлагают провести чистую воду и канализацию. Району или селу обещают построить спортзал, а некоторым людям предлагают деньги. Заявления о попытках подкупа поступают и в ЦИК. 22 факта направили в правоохранительные органы, и они зарегистрированы у нас уже в едином реестре преступлений и проступков ЕРПП. Это в основном имеют косвенные признаки подкупа, когда мы видим, что собирают сбор паспортов в связи с выдвижением какого-нибудь родственника или там подвозят людей. Понятное дело, что когда организованно подвозят людей на какой-то участок и они меняют по форме номер два, то это тоже косвенный признак подкупа. Потому что людей собрать в одном месте и перевезти на другой участок – это удивительно. За подкуп голосов предусмотрена ответственность, говорят в ЦИК. К ответственности могут быть привлечены как кандидаты, так и избиратели. Сейчас уже есть возможность, во-первых, привлечь к ответственности не только кандидатов или их близких родственников или их представителей партии, допустим. Но есть возможность привлечь, то есть расширяется субъект привлечения. Это могут быть и домкомы, как мы сейчас видим жалобы. Это могут быть квартальные или айлбашчи. Попытки подкупа голосов на выборах в Кыргызстане – привычное явление, говорит профессор Занидин Курманов. На это есть несколько причин, главная из которых – бедность. «80% населения у нас считается бедным. У них проблема выживания. Они не власть выбирают, они выживают таким образом, чтобы преодолеть бедность. Когда бедность будет преодолена, мы станем достаточно богатым народом. То есть средний класс у нас станет 80%. Мы сократим, значительно сократим подкуп. Дают же мелкие деньги». Причин продать свой голос немало. И бедность, и постоянный кризис, в котором пребывает страна. Однако не нужно забывать об ответственности за будущее детей из страны, считает профессор. «Выборы придуманы для того, чтобы люди могли выбрать достойных, лучших, эффективных. И выборы побеждают словами, идеями, разговорами, а не только деньгами. Понимаете? У них этих качеств нет. Они не могут разговаривать, не умеют читать, писать. Но у них есть деньги». Наличие в Уголовном кодексе статьи о привлечении к ответственности за подкуп голосов не в силах остановить агитаторов некоторых партий от противозаконных действий. И на то есть своя причина – тяжело доказать вину той или иной партии, так как подобные дела решают не сами кандидаты, а их агитаторы.